Энергетический кризис бросает новый вызов. До начала нового учебного года остались считанные дни. Каким будет режим работы образовательных учреждений страны, еще неизвестно. Правительство информирует о том, что в случае крайней необходимости школы перейдут на онлайн-обучение. Власти Гагаузея против этой меры. Управлению образования автономии предложили переход на шестидневный режим работы и пересмотр графика каникул. Это позволит ученикам находиться дома в зимний период чуть более двух месяцев, с 22 декабря по 27 февраля, отмечает глава управления образования Наталья Кристева. Альтернативных вариантов для отопления у образовательных учреждений нет, подчеркивает глава ведомства. Сегодня у нас только две школы, которые могут обойтись без газового отопления. У нас в Селигайдаре функционирует котельная на твердом топливе и в лице Менецкого на электричестве, на геотермальных водах. Там есть своя хорошая котельная. Все остальные школы не имеют возможности перехода на какой-то другой альтернативный источник. То есть это нужны опять же колоссальные инвестиции для того, чтобы переоборудовать все котельные, закупать твердое топливо. До школьных учреждений ситуация такая же. Только в детском саду Селатома установлен котел, работающий на твердом топливе. Есть несколько детских садов, где в принципе возможно переход. Это около 6-7 детских садов из 57. То есть 50 детских садов не смогут себе позволить, опять же, без каких-то глобальных реконструкций и построения новых котельных, переходить на другой вид топлива. Предложение о переходе с 1 сентября на шестидневный режим работы будет направлено в правительство, подчеркнула Наталья Кристева. Мы оставляем право за собой, в случае непринятия нашего решения на уровне республики, оставляем право за собой принять решение на региональном местном уровне. Такая возможность есть, да? У нас есть комиссия по чрезвычайным ситуациям, у нас в компетенции управления образованием тоже есть право изменять режим работы учебных заведений в период чрезвычайных ситуаций. Как отметила Наталья Кристева, главная цель управления образованием – предотвратить негативные последствия от энергетического кризиса и по возможности не допустить перехода на онлайн-обучение, которое, как показывает практика, отрицательно влияет на качество и уровень знаний учащихся. Наглядным примером, по словам Натальи Кристевой, служат результаты экзаменов на степень бакалавра. В этом году 35% выпускников не смогли сдать все экзамены с первого тура.